Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Предприятия малого и среднего бизнеса в России избежали убытков в пандемию. К такому выводу пришел Банк Открытия, оценив влияние кризиса на бизнес. 65% компаний избежали убытков, 23% сейчас испытывают трудности. Это и сокращение заказов, и долги, и в целом борьба за выживание. 19% описывают состояние бизнеса как стабильное, и 7% сообщают о росте прибыли. Активизировало строительство и розничная торговля, но значительно сократили бизнес в гостинице, ресторанах и промышленности. Возросла доля нашедших себя в образовании и в транспорте. В целом на рынке снижается уровень неопределенности. Уменьшилась доля предприятий, которые не могут прогнозировать свои перспективы на ближайшие полгода, и повысилась доля тех, кто собирается развивать и расширять бизнес. Количество россиян, желающих жить у Черного моря, увеличилось почти на треть. Это данные совместного исследования Райфа-Айзенбанка и ЦАН. 60% жителей мечтают когда-нибудь переехать жить на море, а купить недвижимость уже сейчас планируют 13% россиян. Рейтинг заветных городов легко угадать. Сочи, Краснодар, Анапа, Геленджик, Ейск, Туапсе, Крым и Азовское побережье. Самая популярная причина переезда к морю – это хороший климат и пенсия в курортной зоне. При выборе недвижимости на юге у россиян есть три важных фактора – цена, близость к морю и транспортная доступность. Проанализируют, насколько доступны наши желания. Наслаждаться Черным морем за окном, попивая коктейль на собственном диване. На связи со студией из Сочи директор и сооснователь агентства недвижимости «Империя» Амир Тулаби. Амир, приветствую вас, спасибо, что согласились пообщаться. Итак, как рынок недвижимости Сочи пережил историю с пандемией и как чувствует себя сейчас? Дикий ажиотаж, все боятся девальвации и из-за локдауна спешат избавиться от налички, инвестируя ее в квадратные метры на родине? Или наоборот, стала хромать покупательская способность? Добрый день. В целом, рынок недвижимости Сочи пережил пандемию хорошо, можно говорить так. Да, первые две недели у нас было затища, потому что никто не знал, как выстраивать работу в новых условиях. Но покупательский интерес подтолкнул застройщиков, в первую очередь, к усовершенствованию дистанционного варианта продажи объектов. Квартиры, конечно, и ранее продавались там дистанционно, но, скажем так, этот вариант не был настолько популярен. В новых условиях те агентства, чьи технологии позволяли работать и продавать квартиры дистанционно, работа с клиентами дистанционно, чьи сотрудники были обучены, имели опыт подобных продаж, они активно продолжали свою деятельность и даже наблюдался рост продаж. В целом, можно сказать, что покупательский спрос на недвижимость в Сочи увеличился. Отчасти это связано с тем, что ставка по ипотеке снизилась при пандемии. Отчасти от того, что многие понимают, что в условиях нестабильной экономической ситуации в стране надежнее всего вкладывать деньги в недвижимость. Тем более, недвижимость в Сочи на данный момент – это самый быстрорастущий рынок на территории России. Изменилась ли цена за квадратный метр в Сочи за последние месяцы? Да, изменилась, но это абсолютно никак не связано с пандемией. Дело в том, что цена на недвижимость в Сочи растет постоянно. Тем, что рост цен, каким был до пандемии, таким остался и сейчас. Ничего не изменилось. Есть ли сезонность у рынка недвижимости в Сочи, когда квартиры дешевле, когда дороже? Стоит ли дожидаться зимы, чтобы купить ту же квартиру, но дешевле? То, что касается купли-продаж квартир, в Сочи слово «сезонность» здесь никак не применимо. Сейчас и в ближайшие годы спрос на объекте в Сочи будет выше рыночных предложений. Именно поэтому не стоит ожидать падения цен. Многие ждали падения цен после окончания чемпионата мира по футболу в Сочи. Ждали падения цен после пандемии. Но, как мы видим, сейчас ничего этого не было. Ни тогда, ни сейчас. Тем, рост цен, как был стабильным, так и остался. Да, и еще раз повторяюсь, не стоит ждать в ближайшие годы какого-либо падения цен на недвижимость в Сочи. Что больше пользуется спросом? Новостройки или вторичка? И как выглядит портрет покупателя сейчас? Покупают и новостройки, и вторичное жилье. Но доля новостройок больше. Это связано с тем, что в новостройках на первых этапах строительства цена значительно ниже. Также это связано с тем, что многие хотят в новом городе жить в новой квартире с новым, своим новым ремонтом. И да, портрет клиента в целом меняется. В основном это связано с уже высокими ценами на недвижимость в Сочи. Но именно за последние месяцы покупают по большей части молодец семьи, которые хотят воспользоваться ипотекой по снижению ставки, пока есть такая возможность. Из чего складывается цена за квадратный метр? Вид, панорамные окна, близость к морю, ремонт, инфраструктура, статус жилого комплекса. И что из всего этого важно для покупателя? Что касается цена на квадратный метр, тут в первую очередь все зависит от близости к морю. Все хотят вид на море, и при этом, чтобы квартира была в пешей доступности от моря. Поэтому неудивительно, что цена за квадратный метр так сильно зависит от расстояния до моря. Но, конечно, есть другие факторы, которые влияют на цены. Это статус или класс жилого комплекса, этажность, инфраструктура вокруг объекта. Но еще, что важно, это район, где находится объект, играет тоже большой урон. Например, в основном районе цены выше, чем в других районах. Для каких целей чаще всего приобретается недвижимость в Сочи? Львиная доля идет в аренду или народ массово переезжает в край Магнолий и Пальм? Тут можно разделить клиентов на две части. Можно сказать, что многие приезжают в Сочи, многие покупают для отдыха, другие для сдачи или для инвестиций. В последнем месяце, опять же, больше покупают для приезда или для инвестиций. Но больше после пандемии, понятно, что для тех, кто покупает для жизни, для себя, стало больше. Но это заметно. Опять же, еще раз, это я связываю с выгодной ипотекой, которая сейчас есть. Есть хорошая возможность молодым семьям приобрести квартиру по очень выгодной ипотеке. Амир, ваши прогнозы по рынку? Мы штурмом скупим все побережье или будем экономить в это странное время? За тише в Сочи в последние годы не было, за последние годы это не наблюдалось, и в ближайшие годы тоже не будет. В пандемии все больше людей задумывались и загорелись. С жизнью в Сочи все больше захотели, да, вот сейчас мы видим, судя по спросу, да, как больше людей хотят жить в нашем городе. И учитывая того, что у этого города, город Сочи, нет конкурента на территории России, где вот есть и хорошая инфраструктура, есть море, горнолижний курорт, есть экология, хорошая экология, то, думаю, в ближайшие годы мы за тише точно не увидим, а будем наблюдать ажиотаж на рынке недвижимости в Сочи. Что ж, спасибо за подробный анализ. На связи со студией из Сочи был директор и сооснователь агентства недвижимости «Империя» Амир Тулаби, и мы обсуждали стоимость мечты. Поймать волну? Какие специальности будут пользоваться спросом в ближайшие годы и сколько будут приносить денег? Рассмотрим семь высокооплачиваемых профессий будущего. Первая – дата журналист. Наш мир уже сложный и будет становиться только сложнее. Это подкрепляется 24-часовым новостным циклом, постоянно застилающим ясный обзор мира. И в этом потоке важны люди, которые помогут нам найти смысл и сделать мир яснее. Востребованная специальность номер два – психотерапевт. Причина популярности здесь все та же. Мир усложняется, в дело вступают новые угрозы. Это заставляет нас больше тревожиться и обостряет проблемы, травмы, одиночество, страх близости. Но для этой профессии нужно фундаментальное вузовское образование. Чтобы залезть в голову человека и ничего там не сломать, нужно потратить годы, чтобы разобраться, как она устроена. Еще одна востребованная специальность – разработчик интернета вещей. Интернет вещей – это новая нефть 21 века. И при создании сервисов разработчик пишет код приложений и создает физические объекты. Кто еще будет незаменим завтра? Руководитель цифровой трансформации. Спрос на такие кадры превышает предложение. Такому специалисту необходимо нести ответственность за цифровую экосистему всей своей организации. Зарплата у такого профи может быть до полутора миллионов рублей. Еще одна позиция – разработчик мобильных приложений. Их востребованность обусловлена тем, что все больше компаний полагаются на мобильные технологии для быстрого доступа клиентам. Профессия будущего номер четыре – архитектор данных. Это специалист, который может переводить информацию в конкретные решения для баз данных. И, наконец, востребованная специальность будущего, которая нам хотя бы понятна – врач. Пандемия помогла пересмотреть отношения не только к труду учителей, но и медиков. Появятся гибридные профессии на стыке биохакинга и диетологии. А к навыкам врачевания добавится и цифровая грамотность. В зеленом тренде – виски в бумаге и съедобный контейнер. Перед учеными сейчас стоит задача создать экологичную упаковку, избегая при этом пластиковые рубки, древесины и загрязнения воды. Рассмотрим пять видов альтернативной упаковки. Например, пищевая пленка из желатина. Это эко-идея ученых из Астраханского технического университета – сама пленка из желатина на основе чешуи рыб. Пленку предлагают использовать для производства пакетов и хранения продуктов. Минус этой эко-идеи – нагрузка на животноводство. Вторая эко-идея – бумажные бутылки для спиртного. Это задумка производителя виски Джонни Уолкер. Производство бутылок из стекла потребляет энергию и создает выбросы углерода. А бумажные бутылки планируют делать из древесной массы. Минус идеи – любое производство бумаги увеличивает нагрузку на леса. Следующая эко-идея – трубочки из вторичных древесных отходов. У берегов морей и океанов скопилось, по оценкам австралийских ученых, около 8 миллиардов пластиковых трубочек. Финская компания «Сулапак» придумала экологичную альтернативу – трубочки из отходов. Единственное «но» – биоразлагаемый материал не есть экологичный. Далее эко-идея номер 4 – съедобный контейнер для лапши быстрого приготовления. Студентка Лондонского университета разработала упаковку для лапши, состоящую из картофельного крахмала, глицерина и воды. Как только она вступает в контакт с кипящей водой, она растворяется и превращается в соус. Высушенные специи и ароматизаторы входят в состав пленки. Еще одна эко-идея – лед вместо стекла. Семь лет назад «Кока-Кола» разработала бутылки, сделанные полностью из-за льда при помощи силиконовой формы. Как только в бутылке не оставалось жидкости, она таяла, не оставляя после себя никакого мусора. Минус идеи, пожалуй, только в неудобстве держать лед руками. На этом все о других событиях, влияющих на наши с вами деньги или на то, что от них осталось, уже в следующих выпусках РБК Дейли. Редактор субтитров А.Семкин